У США и России нет серьезных возможностей для геополитического компромисса. Об этом в эфире YouTube канала Politwera заявил российский политолог Ростислав Ищенко. Эксперт начал объяснение происходящего на примере Украины. Вашингтон не возражает, чтобы Москва взяла Киев под свой контроль, но он хочет, чтобы это выглядело как реальное вторжение и оккупация. России такое развитие событий невыгодно в принципе, и она на это не пойдет. Поэтому на этом направлении нет взаимопонимания. Обсуждать великие державы украинский вопрос, конечно, будут и дальше, как и другую проблематику, но Украина не является главным камнем преткновения в американо-российских отношениях. Для Вашингтона самыми главными являются два других направления, которые можно назвать стратегическими. Во-первых, США надо, чтобы контроль за Европой остался у них. Во-вторых, они хотят, чтобы их разборкам с Китаем никто не мешал. Все остальное менее значительно. Американцы прекрасно понимают, что Россия географически находится между Китаем и Европой, и получает большую экономическую и политическую выгоду от этого. Москва естественное связующее звено между Пекином и Брюсселем, что и является основным затруднением. Поэтому предложить России в данном случае играть в интересах Соединенных Штатов и против себя. Надо не только набраться наглости, надо еще принести какую-то большую и вкусную конфету и хотя бы издалека ее показывать, чтобы был повод все это обсуждать. Такой конфеты у них, по большому счету, нет. И Украина такой конфетой не является. Все, что они могут России предложить, Россия взяла и способна взять сама, без них. Так что я не вижу сейчас больших возможностей для геополитического компромисса. Резюмировал политолог.